Путина боятся, его не могут просчитать. Они говорят, что он неадекватен, он поступает совершенно нелогично. Все нормально, все адекватнее, чем все они вместе взятые. Он человек и личность, руководитель, не просто способный, а принимающий решение. Не способный принимать решение, а принимающий решение в самые ключевые моменты истории. В данном случае, истории нашей страны на современном этапе. Если сравнивать, скажем, нашего лидера Путин и лидера Америки Обамы, то это вот две совершенно контрастные личности. Обама, ну может человек, но он и неплохой. И, кстати, Путин неоднократно с юмором и с улыбкой все время ему какие-то респекты в человеческом плане отправляет. Что и качество человеческое у него может быть вполне. И душа-то у него добрая. Да вот только ему приходится, ему как за ниточкой его дергают. Ничего он самостоятельно не может. Он вроде и принимает, ему нужно показать, что он, значит, такой вот весомый, и что он представляет сильнейшую державу в мире, которая привыкла наводить порядок на всем земном шаре. Следить за тем, что везде все было хорошо. Но в результате все, что он делает, это какие-то совершенно неубедительные и мало вразумительные и малоэффективные действия. Во всяком случае, сейчас он теряет популярность и в Америке, да и в мире, в общем. Хотя Европа еще смотрит туда, но вот это два, две противоположности как личности. Это яркая, сильная личность и человек, который не самостоятельен. Это мой взгляд. И это абсолютно не конъюнктурное какое-то мое высказывание, потому что я рад, что это действительно так, я в этом убежден. И мне во всяком случае сейчас не стыдно за то, что я живу в России и за то, что происходит. Много еще чего не устраивает, очень много. Но лидер Путин, да, он вырос вместе со страной. Он растет и как политик растет. И потому что человек должен, особенно на такой вот, да на любое должность, должен формироваться и расти. И в профессиональном, и в человеческом плане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok